На прошедшем заседании правительства были приняты решения, касающиеся нескольких приоритетных сфер Тверской области. Речь идет о поддержке сельского хозяйства и ремонте домов культуры. Какие предприятия могут претендовать на субсидии из областного бюджета, а также сколько домов культуры приведут в надлежащее состояние в ближайшие годы, об этом наш репортаж. На заседании были внесены изменения в государственную программу культуры Тверской области на 2017-2022 годы. Так, на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек предусмотрено ежегодно по 35 миллионов рублей. Кроме того, в региональной программе на два ближайших года заложены средства на приобретение музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств, поддержку лучших сельских учреждений культуры и их работников, поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров, техническое оснащение детских и кукольных театров. Но это не главное решение в культурной сфере. Прежде всего, это получение зарплаты работникам культуры, учреждений культуры, это обновление материально-технического состояния наших учреждений культуры и, конечно, приобретение оборудования, которые необходимы, особенно для сельской местности, для муниципальных образований, где сегодня требуется более масштабная работа по приведению нормативного состояния и объектов культурного наследия, и проектов по реализации культуры. Еще одной темой, на которую губернатор дал поручение, стала поддержка компании АПК. Получателями субсидий за произведенное и реализованное льноволокно в 2019 году станут 11 хозяйств из Бежицкого, Бельского, Калясинского, Молоковского, Оленинского, Старицкого и Торжокского районов. Общий объем государственной поддержки по этому направлению составит 23 миллиона рублей. Мы хотели бы все-таки закрепить на достаточно длительное время наше лидерство в этой отрасли. И сегодня принимались необходимые порядки. Принято решение по компенсации 50% на затрату техники, которая приобретается производителями льна. Еще одно важное направление – животноводство. Губернатор обратил внимание, что с этого года в Тверской области введена новая мера государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Субсидия на возмещение части затрат за произведенное и реализованное мясо кроликов. Принято решение по поддержке производителя мяса кроликов. Это такое направление используется средним бизнесом, малым бизнесом, которые работают на территории нашего региона. Но есть и крупные предприятия, которые тоже в этом направлении трудятся. Общий размер субсидий по этому направлению в текущем году составит почти 2,5 миллиона рублей. Средства будут распределены между тремя хозяйствами Старицкого, Калязинского и Весегонского районов. Оказание государственной поддержки позволит обеспечить финансовую устойчивость предприятий, увеличить по итогам 2019 года объем реализации мяса кролика до 336 тонн. Среди условий предоставления субсидий – наличие не менее 5000 маточного поголовья кроликов. Продолжение следует...